Проект ТОПМОДЕЛЬ по-украински повертается, и это СУПЕРСЕЗОН Настав час побачить двадцятку, которую обрали глядачки Ну что же, СУПЕРСЕЗОН ТОПМОДЕЛЬ по-украински не заставил себя долго ждать Врываемся в горячую премьеру сезона 2020, погнали! Ребятушки, привет! С вами Несменно Беспал Мьюзик Канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке и главных новостях из мира шоу-бизнеса А также обсуждаем самые горячие эпизоды самых рейтинговых телешоу И сегодня у нас на разборе ТОПМОДЕЛЬ по-украински Тот самый долгоочикованный сезон, когда на СУПЕРСЕЗОН позвали девочек-моделей со всех сезонов Конечно, хотелось бы все-таки смешанный сезон, там, где и парни, и девушки Потому что мне кажется, это более интересно в плане наблюдений со стороны Но это, конечно же, мое субъективное мнение Но в целом, сезон получился просто пушка И такие выводы я делаю, исходя из первого эпизода Я предлагаю сегодня разобрать первый эпизод Вы знаете, мне кажется, что это самый экстремальный челлендж для всей съемочной группы Потому что, во-первых, изначально, насколько я помню А я точно помню, что съемки сезона должны были стартовать весной этого года Но ни с того ни с сего нагрянула пандемия Мы все застряли в карантине на длительный период И я не удивлюсь, если это еще продлится несколько лет, не дай боже Но все может быть В любом случае, в карантинных условиях отснять целый сезон Это просто вау Снять полноценный сезон в карантинный период Это просто, ребят, вау Респект всей съемочной группе проекта ТОПМОДЕЛЬ по-украински Со всеми этими ограничениями, соблюдениями масочных режимов и так далее Смогли сделать годноту Конечно же, сезон урезали во всех смыслах Потому что к нам пришло 20 участниц Как отбирали девочек изначально? Значит, было голосование на сайте нового канала Среди всех сезонов всех девочек Зрители отобрали 20-ку любимчиков Но по факту, как оказалось Мест в шоу всего лишь 13 для этого сезона Поэтому нужно было изначально распрощаться Поэтому изначально нужно было распрощаться С шестью участницами в первом же эпизоде Почему так? Потому что карантинный период Нет времени снимать 20 девочек Нужно в максимально сжатые сроки Отснять все за лето Чтобы стартовать в октябре И презентовать нам такую яркую, сочную, классную картинку Отдельное правило нововведения Это то, что у каждой девочки в этом сезоне На любом испытании будет всего лишь 5 кадров То есть нужно включиться и максимально постараться Чтобы из 5 кадров у тебя получилось как можно больше приличных снимков Это тоже вынужденные карантинные меры Потому что растягивать, давать девочкам возможность въехать Ошибиться, продумать и т.д. И т.п. это все очень тяжело Это занимает много времени А времени в обрез А че я болтаю? Давайте, собственно говоря, врываться в суперсезон И посмотрим, с чего все началось Сережа Никитюк, Соня Плакидюк И, конечно же, Алла Костромичева Феерично просто прилетели на шикарнейшем вертолете Чтобы встретить наших участниц Кстати, к большому сожалению, все три члена жюри после съемок слегли с ковидом На подиум к нам стартовало три красотки Таня Брык, Настя ХТЗ и Карина Данилова Таня Брык просто без комментариев Изменилась до неузнаваемости Отличная работа над собой И я уверен, что она далеко пойдет ХТЗ, конечно же, ну такой себе сюрприз Члены жюри были ей не очень рады Кто не знает и не смотрел сезон с ХТЗ Очень агрессивная, токсичная девушка И, как сказала Алла Костромичева Что ХТЗ это самая токсичная участница За шесть лет проекта топ-модель Карина Данилова тоже удивила Потому что за шесть лет отсутствие на телевизионных проектах Успела стать мамой Дважды мамой Далее у нас появилась Карина Минаева и Арина Значит, Карина у нас трансгендерная девушка Это самая первая девушка трансгендер На топ-модель по-украински Она проделала колоссальнейший труд Выглядит потрясающе Сделала все операции Чувствует себя девушкой на все сто, как она утверждала А вот Арина у нас самая опытная Самая дерзкая участница, пожалуй Побывала на всех мировых показах От Милана до Нью-Йорка И Алла даже обратила свое внимание Что Арина это единственная участница проекта Топ-модель по-украински С которой Алла шагала по одному подиуму Далее у нас была Свинарчук Литвин Рогольчук До неузнаваемости просто поменялась Сулейма Которая утверждала, что я теперь плюс-сайз модель Софи Беридзе, Лиза Даранько, Настя Когут В общем сезонам обещают горячих перчинок И, конечно же, не забыли Как вы думаете о ком? Амина и Марго с последнего смежного сезона Тоже принимают участие Члены жюри сообщили нашим участницам о том Что в каждом эпизоде будет появляться четвертый приглашенный член жюри Мне интересно, не запозычили ли эту идею у проекта Танцы Зеркама Где каждую неделю появляется новый член жюри Так называемый Джокер Может быть, может быть Там кто-то работает на полставки на плюсах И тырит оттуда в идее на новый канал Но это не столь важно Значит Сергей Притула пришел Ой, господи, как же ж тебя, человек, много в рекламе Как тебя много в ютубе Как тебя много в фейсбуке Хочется отдохнуть от Притулы Включаешь тут топ-модель И здесь тоже Притула Да сколько ж можно Ты уже определись Политика, шоу-бизнес Хоть где-то будь И не надо так агрессивно навязывать себя зрителю Конечно, это мое субъективное мнение Но мне это показалось именно в таком свете Значит, Притула расцвел Увидел много красивых девушек Глаза забегали, как у мужика А не как у члена жюри На секундочку, что очень непрофессионально С пылу-жару испытания Нужно пройтись по подиуму Сделать точку Под выступление очень популярного В первую очередь Модного электронного проекта творче Все бы ничего Практически все девочки справились Ну как все Половина лажали Как будто не в первый раз вообще на подиуме А вот вторая половина себя зарекомендовала Очень и очень достойно В проекте оказалось 14 участниц Следующая неделя Вторая будет еще более жаркой Более насыщенной Испытания, в которых нужно расстаться со своими страхами В общем, будет что посмотреть Я вам рекомендую Я знаю, что тебе понравился этот обзор Поэтому обязательно подпишись на мой канал Стань частью моей интернет-теми Будем вместе покорять пространство Ютуба Пока что не могу выделить фаворитку Потому что многие девочки действительно изменились И заслуживают того самого второго шанса Давайте смотреть за дальнейшим развитием событий Но Когут прям действительно постарался в этом эпизоде Литвин молодец Да и в принципе Панова тоже хороша В общем, не знаю, ребят Давайте смотреть Я в предвкушении Думаю, что это будет действительно самый горячий сезон Не зря же он называется Суперсезон Где собрали самых-самых ярких моделей За последние 6 лет Ну что же Подписываемся на мой канал Я не прощаюсь Говорю, see you very soon Где, конечно же, на Беспало Мьюзик Береги себя и своих близких Не болей К сожалению, пандемия никуда не делась Субтитры подогнал «Симон»